Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Сошникова Ирина Анатольевна, и я старший преподаватель на кафедре цифровых и аддитивных технологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Этот цикл лекций будет посвящен типографике. Типографика — это работа с текстом и работа со шрифтом. И в рамках этого цикла лекций мы разберемся, что же это такое, поговорим об основных понятиях, о характеристике типографики, о ее целях и задачах, и попробуем понять, почему она так важна дизайнерам в их работе. Шрифт окружает нас повсюду. Мы живем среди текстов, разговариваем с другими людьми, читаем книги, газеты, сталкиваемся с ним повседневно. Мы видим журналы, замечаем таблички, вывески магазинов и кафе, навигацию на улицах и внутри зданий, билборды, надписи на визитках, одежде и прочее. Текст, который мы видим на страницах книг, журналов, веб-сайтов и мобильных приложений, безусловно, несет в себе основную часть сообщаемой читателю информации. Однако для того, чтобы помочь восприятию текста, помочь читателю ориентироваться в нем, выделить какие-то основные моменты и привлечь внимание читателя, главному, причем сделать это в максимально удобной и доступной форме и при этом привлекательной визуально. Вот именно для этого и служит типографика, то есть искусство придания печатной форме вида, который наилучшим образом передает содержание текста. Для того, чтобы лучше понимать, о чем пойдет речь, безусловно, нужно познакомиться с терминологией. Мы обозначим сейчас ряд терминов, о которых пойдет речь в наших лекциях. Существует достаточно много определений типографики, но если говорить простым языком, то типографика — это шрифтовой дизайн и дизайн текстового оформления. Работая над текстом, дизайнеру, чем бы он ни занимался, необходимо понять сначала его структуру и более или менее активно интерпретировать смысл написанного. Для этого он должен обязательно разобраться и представить себе, о чем этот текст, для чего он написан и на какое восприятие зрителям или читателям рассчитан. Исходя из вышесказанного, можно следующим образом сформулировать цель типографики. По сути, она должна упрощать коммуникацию с аудиторией, улучшать восприятие передаваемой информации. Но так как коммуникация — это общение, то ее успех обусловлен не только информативностью, но и зрительно-привлекательностью письменного текста. В связи с этим типографика должна решать следующие задачи. Во-первых, определять параметры для последующих набора, печати и верстки, а также до печатной подготовки. То есть решать, в каком виде эта информация будет донесена и представлена читателю, то есть будет подана читателю. Вторая задача типографики состоит в том, что она должна способствовать передаче эмоций, настроения, отношения задуманного автором к тексту, и при этом вовлекать зрителя в чтение и изучение этой информации. То есть заставить зрителя вникнуть в текст, и при этом она должна нести определенную эмоциональную нагрузку, которая задумана дизайнером, то есть передать это настроение. Третья задача типографики состоит в моделировании вида и формы, контакта аудитории с объектом дизайнерского творчества. Четвертое — обеспечить максимальную удобочитаемость текста, то есть сделать текст наиболее ясным для восприятия читателя. Еще одна задача типографики состоит в привлечении внимания к тексту. Дизайнер должен сделать текст интересным для читателя, зрелищным и гармоничным в общей структуре коммуникации. Эта задача дизайна активнее всего проявляется в так называемой акцендентной продукции. Это та продукция, целью которой является не столько информативность, сколько привлекательность внешнего вида. Акценденцией, например, является малообъемная листовая продукция, такая как листовки, бланки, объявления, визитные карточки, афиши, пригласительные билеты. То есть вот эти объекты дизайна направлены в первую очередь на привлечение внимания и создание какого-то яркого образа. Так как перед каждым дизайнером стоят абсолютно разные задачи, в зависимости от обстоятельств, каждая из этих задач играет большую или меньшую роль. То есть меняется их значимость. То есть не обязательно все задачи должны исполняться в конкретном объекте. Что-то играет большую роль, что-то меньше. Именно этим объясняется такое разнообразие художественных образов, которые создают дизайнеры. Это четко шрифтованная колонка словаря, например. Или изобретательно построенное транспортное расписание, где очень много информации, она систематизирована, но она должна быть подана понятно зрителю. Или деловой и импозантный фирменный бланк какого-нибудь банка. Или изящное и игривое приглашение на выставку или мероприятие. Очень много разной продукции. И все вот это впечатление достигается за счет владения типографикой. Продолжим разбираться с терминологией. Есть ряд связанных, но далеко не идентичных друг другу понятий. И первое понятие, которое я хочу привести, это письмо. Письмо — это система условных знаков, предназначенных для фиксации речи с целью ее последующего восприятия. Обычно визуально. В наше время мы используем фонемографическое письмо. Это такой вид письменности, когда за каждым знаком закреплен определенный звук. То есть фонема. И с помощью буквенно-звукового письма, которое мы используем сегодня, можно передавать человеческую речь. То есть записывать, фиксировать эту информацию. Еще два термина, которые очень часто путают между собой — это шрифт и гарнитура. На самом деле это два абсолютно разных понятия. И если шрифт — это графический рисунок начертания букв и знаков, который составляет стилистическую композиционную систему, то есть набор символов определенного размера и рисунка, то гарнитура — это набор шрифтов, которые отличаются друг от друга, например, по размеру, по начертанию, по наличию и размерам определенных элементов, например, засечек на концах штрихов или высоты выносных элементов, по соотношению прописных заглавных букв и строчных, то есть маленьких. Эта группа набор шрифтов, они близки по характеру, но отличаются друг от друга по рисунку. Когда большинство из нас говорят шрифты, то подразумевают гарнитуру, то есть семейство, набор этих шрифтов. Шрифты — это полный набор знаков внутри гарнитуры, часто определенного стиля и размера. А когда мы говорим гарнитура, это семейство шрифтов, то есть несколько шрифтов разных, например, по начертанию или кеглю, или еще каким-то характеристикам, но при этом в единой стилистике. Как правило, в шрифтовом файле есть знаки двух типов. Это строчные буквы и прописные. Почему-то очень многие забывают, путаются в этих названиях и путают их между собой. На самом деле все просто. Строчные буквы или маленькие — это те буквы, которые образуют строку, и это те буквы, которые приняты для основного набора сплошного текста. Прописные или заглавные большие буквы, они выше строчных и отличаются от них по рисунку. В шрифтовом файле есть еще один рисунок знаков, с которым не так хорошо знакомы и которые достаточно редко встречают. Этот рисунок знаков называется капитель. Это одно из самых деликатных средств выделения в тексте. Капитель называют буквы, которые чуть выше строчных, но с рисунком прописных букв. И применяется капитель обычно для выделения в тексте, а также для того, чтобы смягчить переход от инициала, то есть заглавной буквы, к строчным буквам. Если в тексте, с которым вы работаете, встречается очень много аббревиатур или слов, которые требуют прописного набора, то можно заменить прописные буквы, заглавные, капителью. Тогда интерлинияж. Интерлинияж — это расстояние между базовыми линиями двух соседних строк. Базовая линия — это воображаемая линия, на которой как бы лежит буква. Тогда оно будет оптически равномерным. То есть если мы используем капитель, то интерлинияж будет более равномерным, и это будет визуально выглядеть более гармонично. Есть очень частая ошибка, которую совершают. Очень часто в качестве капителей используют прописную букву, но меньшего размера, то есть масштабируют ее. Этого делать нельзя, потому что они заметно отличаются друг от друга по насыщенности, по контрасту и пропорциям. И когда мы масштабируем прописную заглавную букву под чуть меньший размер, то толщина штрихов уменьшается пропорционально. То есть вместе с уменьшением размера знака уменьшается и толщина штрихов. И визуально это будет выглядеть некрасиво. Стоит также понимать, что шрифты разделяют по их назначению. Выделяют текстовые шрифты. Как можно понять из названия, они предназначены главным образом для набора сплошного текста. В журналах, в художественной литературе. И это шрифты, как правило, кеглем от 6 до 14 кеглей. Кегль — это размер шрифта. Текстовые шрифты наиболее консервативны в отношении формы, потому что они должны быть нейтральными, чтобы не затруднять чтение и не отвлекать читателя от содержания. Эти качества шрифта складываются из ряда факторов. Во-первых, из ритма, равномерной структуры шрифта. И второе, эти шрифты должны обладать привычной формой знаков и промежутков между ними. В этом случае мозг человека не отвлекается ни на какие элементы. Тогда человек концентрируется только на информации и считывает их даже раньше, чем мозг осознает рисунок этих знаков. Есть еще одна группа шрифтов. К ним относятся заголовочные и выделительные начертания. Это, как правило, особые начертания внутри текстовой гарнитуры. В качестве примера такими шрифтами могут служить курсив или полужирное начертание. Они обычно не используются для набора большого блока текста. Курсив, в свою очередь, это главное средство выделения в тексте. И если набирать им большой объем, то есть много текста, то он будет очень непривычен для восприятия. Заголовочные начертания они тоже не подходят для сплошного набора из-за ширины, из-за насыщенности. Несмотря на то, что по структуре они близки текстовым, но предназначены для более крупных кеглей. То есть лучше выглядят в более крупном размере, например, начиная с 14-го кегля. Последняя группа по использованию это акцендентные шрифты. Их еще часто называют декоративными. И главная задача этих шрифтов привлекать внимание зрителя, внимание читателя. Обычно акцендентные шрифты используются в крупных кеглях, потому что в мелких они становятся сложны для восприятия. Изначально акцендентные шрифты создавались для применения только в крупном наборе. Они с момента своего создания не использовались для набора сплошного текста и создавались начиная с 18-го века, когда в Англии и Франции появилась необходимость в таких шрифтах. Росло количество разнообразной наружной рекламы, и это привело к созданию такой группы шрифтов. Потребность в акцендентных шрифтах не ослабевает и не ослабевала на протяжении 19-го, 20-го века. Ну и сейчас они точно так же создаются в огромном количестве. Акцендентных шрифтов необычных гораздо больше, чем текстовых. Они создаются достаточно в широком диапазоне стилей. Могут выглядеть как трафаретные шрифты, шрифты с орнаментом, с каким-то рисунком, как внутри букв, так и снаружи. Могут быть представлены как стилизация под определенный художественный стиль, начиная с модерна, арт-деко, модернизма и заканчивая отражениями поп-культуры или различных реалий цифровой эпохи. То есть быть объемными, с эффектами теней, рисунков, искажений каких-то или дополнительных эффектов. И если текстовые шрифты, о которых речь шла в начале, призваны удерживать внимание читателя, не отвлекать его, и для них в первую очередь важна удобная читаемость, то акцендентные шрифты создавались для ограниченного количества слов. И они должны быть броскими и узнаваемыми как раз для того, чтобы выполнять свою функцию, привлекать к себе внимание. В акцендентном масштабе удобно читаемость не нужна, потому что цель создания таких шрифтов абсолютно другая. Таким образом, сегодня мы с вами поговорили о понятиях типографики, об основных сферах использования шрифтов и разобрались, почему работа со шрифтом так важна дизайнерам, чем бы они ни занимались и какое бы направление своей деятельности они ни выбрали. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok